Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзогет пришёл следующий вопрос. Если покаяться в грехе и больше его не делаешь, но до сих пор стыдно лежит на душе, как грех, что делать? Нужно лекается снова? Господь наш Иисус Христос долго терпелив и много милостью и прощает всякого грешника раз и навсегда в момент его раскаяния. Бог простил твой грех, когда ты внутренне в нём раскаялся, когда ты пришёл в храм, исповедовался в нём, священник прочитал разрушительную молитву, и ты чист, как белый листок бумаги, но всё-таки склеенный скотчем, листок бумаги. Раны душевные остаются от того греха, который тебе нанёс боль, который ранил твою душу. Грех – это болезнь. Грех – это то, что приносит тебе вред. И одно дело, когда ты заноза из пальца вытащил, другое дело, когда тебе руку сломали. После вкусе останется разное. Что делать? Что делать, когда Бог тебе всё простил, а ты всё равно чувствуешь, что этого мало? Заполните душем, противоположную этому греху, добродетелью. Был скуб, стань щедрым, был ворчуном, излюкой, неси людям радость, неси людям утешение. Предал человека не только попроси прощения, максимально искренне. Подарок какой-то, да, если примет. Подумайте, чем можно вину искупить? Сделал аборт? Да, не вернуть ребёнка, но можно помогать многодетным семьям. Можно помогать фондам, которые занимаются помощью женщинам, оказавшимся в подобном положении, желающих сделать аборт. Пройди курс какие-нибудь, стань волонтёром этих организаций. То есть, невозможно изменить прошлое, но можно изменить жизнь других людей к лучшему. Можно загладить свою вину какой-то положительной деятельностью. Поэтому, сколько там ни читаю, кадлонов, акафистов каких-нибудь, чтобы там на душе стало легче, это здорово и хорошо, но станет тогда легче, когда ты же спас жизнь какому-то ребёнку. Сидел, как одна моя знакомая в женской консультации, я общался с девушками, которые хотят сделать аборт. предлагал помощь, объяснял, почему делать этого не стоит. Да, у всех не отговорить, это невозможно. Вот это моя знакомая, человек 20 в год приблизительно отговаривает и общается потом вместе, дружит с семьями. А как потом эти девочки благодарны. Поэтому подумайте, какую взять пятимую на свою душу. Как этот грех реально искупить. Не только поклованными, чтением, паломничествами. С тем, что и так христианин должен делать по мере сил. А тем, что немножко выходит за пределы твоих повседневных добрых дел. Пусть Господь очистит нашу совесть, пусть Господь поможет не совершать нам подобные ошибки, пусть Господь даст вам силы и мудрость убеждать тех людей, которые хотят поступить точно так же, как мы, не видят негативных плодов своего поступка, на который после общения с нами остановится. Блажен тот, кто остановит другого человека от греха, говорит Писание. Останавливайте других людей. Несите мир, свет, любовь и мудрость другим. Но не причиняйте любовь, а раздавайте. Не поджигайте их огнём своей любви. И светите им этим огнём, давайте им тепло, не обжигайте. Никакого насилия быть не может. Но, как говорит апостол Павел, проповедуйте всюду, к месту и не к месту. С другой стороны, конечно, нельзя метать жемчуг перед свиньями, поэтому будьте трижды рассудительны перед тем, как вмешиваться в чужую жизнь со своими советами. Но если твоя подружка идёт к гадалке, останови её. Если она идёт делать аборт, останови её. Скажи, как много фондов, которые помогают, как много священников. Родить и отдать, нежели стать убийцем, первенцем. В общем, можно о многом говорить. У каждого своя рана, у каждого свой грех. Пусть Господь поможет вам найти то средство, которое утешит вас и успокоит. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.